Друзья, привет! Ну что, с первым днём зимы вас! У нас вот такая зима! Хоть бери коровку, выгоняй, пастись! Видите, какая травка! Небо голубое! В общем, идём по делам! Теперь осталось немножко переоформить документы на себя! Горгаз для Анечки и мне водоканал! Не могла не включиться! Посмотрите, какая красота у нас! Сейчас, наконец-то, прекратился этот сумасшедший ветер! Прям, мы очень рады! Вот! Солнечно! Хорошо! Немножко, конечно, дует, но не такой, как был вот эти два дня! Он два дня без перерыва долг! В общем, идём! Сейчас зайдём в магазин, оттуда вызовем такси и поедем на окраину города, как раз там находится Горгаз! Может быть, зайдём в магазин ДОКа! Говорят, там очень хороший строительный магазин! Мы туда зайдём, посмотрим, может быть, что-то для себя полезное найдём! Конечно же, с вами поделюсь, расскажу! В общем, идём! В общем, двинулись мы в путь! Душа поёт! Голубое-голубое небо! Посмотрите, ни одной точки сухо под ногами, повысыхали все лужи! Вот что значит солнышко! Друзья, посмотрите, как совершенно по-другому смотрится и улица, и вот магазин Парус, когда светит солнышко! Просто удивительный! Первый день зимы, запомним его вот таким солнечным, немножечко ветреным, но в основном всё радует глаз! В общем, классно! Вызвали такси, нужно было зайти совсем ненадолго в магазин Парус, уже отзвонились, сказали, такси будет через 5 минут, но я уже вызвала Аню. Вот, кстати, напротив магазина Парус, с другой стороны, это вот центр занятости. Федеральная трасса, здесь обычно шумно, магазин для вас, вот здесь стройматериалы, ну, а дальше по вот этой улице пройти прямо буквально 2 минутки и центр. Ну, а сейчас мы едем на окраину города оформлять документы Горгаза. Посмотрите, какая красивая улочка, выложена плиточка, это вот как раз от магазина Парус, направо сразу. домики один другого краше, ухоженные придомовые территории, вы там не писали, вот как они могут так, везде порядок у них, и в светофоре, и на улицах, не знаю, как они так могут, вот посмотрите, подстриженные кустарники, напишите мне, что вот это за кустарники, я не знаю, очень интересный, вот, класс. Вот дерево, тоже не знаю, что это, посмотрите, как хорошо сформирована крона, все вот так вот обрезано, весной посмотрим, что это. И вот частный домик. Мне, конечно, не очень нравится вот так выход прямо на улицу, но все равно, посмотрите, какая чистота, как уютненько. Вот они как будто соревнуются между собой, эти домики. Очень красиво, очень красиво и чисто. Вот вдаль мы еще не ходили по этой улочке, я там смотрю, сосны растут, прям красота красивая. Вот даже помойка, посмотрите, как все аккуратненько. Вот, ждем такси, решила немножечко включиться, порадоваться, поделиться с вами этим деньком. Вот такая красота на небе. Сегодня у нас без полосок в небе, такие облачка ходят, но в основном небо голубое-голубое. Друзья, 1 декабря. Вот этот красивый дом с этой стороны. Я вам как-то его показывала. Вот наш такси приехало. Все, друзья, продолжим разговор. Вот такое здание Горгаза. Обратите внимание, какое красивое. Правда, находится на окраине. Ага, сейчас, Анечка. Вот, везде чисто. Вот абсолютно везде чистота. Опять эти кустарники, но здесь какие-то другие они. В день захожу, уже совсем по-другому смотрится. Это вот въезд в город. Так скажем, на окраине города. Посмотрите, вот даже за территорией, ну, до того чисто. Ну, вот просто глаз радуется. Ну, что здесь, листьев не бывает на березах? Конечно же, бывает. Смотрите, как все вылезано. Вот березовая аллейка. Сейчас попробую просунуть руку, чтобы... Ой, ну как же здесь будет красиво летом, осенью. Да даже сейчас. Посмотрите, какая чистота. Все убрано. Класс. Очень чистый город. Песик, а у нас ничего нету. Косточки я сегодня не взяла. Мы еще не насобирали. Собачка чистая. Ну, видно, что ее здесь кормят. Она, конечно же, просит, но видно, что она такая холеная. Живет здесь. Вот. Газпром. Газораспределение. В общем, здесь все газовые дела, я так поняла, проекты, кому нужно, кто проводит газ. А в городе абонентский отдел. Там можно уже оплатить газ. Но первоначальная организация это вот эта. Как же мне нравится. Ковка нравится. Класс. Друзья, пошли с Гургаза и зашли вот в этот магазин Дока. Мне так нравится вот этот снег. Иди. Недороговато. Сидевицат. Собака здесь такая красивая. В общем, стройматериалы, но вот уже готовится к Новому году. И вот такие штуки здесь красиво продаются. Волма, кстати, здесь 400 рублей, у нас 450. Штукатурка гипсовая волна. Волма, 400 рублей, 30 килограмм. Так. Ну и все такое. Для бани здесь вот видите. Веники всякие. Ой, какая интересная. 680 рублей. Вот такая вешалочка для веников. Ну, всякие здесь брали, сеньки. Шапки. Вот. А, в Кавле приехали, да? Да, да, да. Здесь уже такое настроение. Новогодние санки здесь. Я могу дать? Вот. Лопаты. Инструмент. Ну, мы ходить не будем особо. Так просто показать вам. Аня там заказывает покрытие для пола. Все-таки не будет Аня срывать пол свой. Очень трудоемко и накладно. Сверху какие-то там ЦСП-листы будут класть, а на них уже плитку. Вот сейчас спрашивают. Ань, сколько получается? Что? Ну, это листы. Наконец-то надо позвонить. Идем? Да, ну, в общем, идем. Все, вызываем такси. Едем теперь в водоканал. Вот, видите здесь? Какой двор. Там вон качельки, беседки. Это я уже весну хочу. Конечно, сами будем делать, скорее всего. Вот. Лопаты здесь вот такие стоят. Ну, а мы идем дальше. Это вот как раз на углу. Перед этим горгазом ориентир магазин Дока. Ну, так. Так себе, хочу сказать. Но волма, вот я уже увидела. На 50 рублей дешевле. Леша приедет. Съездим сюда. Купим эту волму. И буду клеить строительный двор Дока. И вот за поворот там как раз горгаз. Ну что, друзья, по пути в Озон таксист посоветовал нам зайти вот в этот магазинчик Бриз. Что-то там интересное на втором этаже. Сейчас зайдем в паспорт. А, здесь бытовая техника. Бтовая техника. Аня уже выскакала, наверное. Черная пятница. Ой, там Какие красивые столы уже вижу. Класс. Ой, диванчики. Стульчики. Так, стул. 15800. Стул 4940. Красиво, конечно, но дорого. Вот в резерв. Видите, как сейчас модно. Стулья вот такие мягкие с черными ножками. Резерв. Кроватки вот такие. Что-то я думала, Анечка здесь. А Анечки нету. Куда она делась? А можно по отдельности вот это купить? Или только все вместе? Да, только заказ. А. Ага. Так, все вместе. 30. Цена только на выстречный образец. А, понятно. Так, 40... Ну, 31 тысяча, короче. Сейчас куда-то Аня уже пропала. Не упасть бы, не упасть бы. Ань, ты где? Я здесь. А я думала, ты наверх пошла. Ну, не слышала. Ой, часы какие. 850 рублей. Ну, мам, ну иди сюда. Классная. Иду, иду. Ой, да. Ну, так, такая же цена. Там тысячи четыре. А тут фиксируется. А, классно. Ну, нормальная цена, в принципе. Подщелкать. Интересно же. Кстати, здесь... А, ну, это береса эти. 13 800. Береса. А этот большой 26 200. Дороже, чем там, да? 22 500. Там 16 чем-то. Там 16... Да. Вот, друзья, надо ходить. Так, кровать 22 860. Ну, это вот комплект. Лампа-прожектор. Сейчас смотрю, очень модная. Ой, как мне нравятся вот такие сухоцветы. Класс. Просто супер. И комод 10 900. Так, ну что. Трубочка. Ну что, все? Что-то я не очень-то и в восторге. Ну, как этот нам говорил. Там такой магазин, такой магазин. Там, по-моему, темнее было. Какой-то белее. Вот здесь, как в хофе, правда. Да? Такой же точно цвет. А там темнее, но решебле. Ну, да. Мне нравится, если честно. Нравится, да? Да, и вот эта лампа-прожектор туда вообще. Смотри, как классно она туда идет. Ее можно направить и вверх, и вниз, как хочешь. Вот интересно, посмотри, сколько лампа стоит. Скажи мне. Ой, сколько она места занимает. Ну, модно сейчас. Ну, не знаю, тут нету. Тут только ножка. Должно быть. Нету. Нету? Ну, классно. Матрас 15665. В принципе, можно было и здесь купить, да? А, нет, это если покупаешь, наверное, тогда. Блин, она крутая. Да, классно. Но его надо вместе со шкафом брать и с кровати. Тогда он будет смотреться. А так? Не, у меня просто один и даже нравится. Такой узнал, что до 9 миллионов. 10 990. Ну, в принципе, и целая, нормальная. Так, мир мебель называется магазин. Ну, маленький такой, хочу сказать. И дорогой диван здесь. Очень дорогой. Так, ладно, все, выходим, да? Да. Все, друзья, идем в озон. Что-то сладенького захотелось. Какая-то сегодня переменная облачность. То солнце, то ветер. Вышли, было теплее. Потом холодный ветер подул. Сейчас вот зайдем здесь есть, по-моему, магазин Любаша. Сладости. Мы там еще, кстати, ни разу не были. Что-нибудь к чаю купим. В озон. И все, домой. А, я не знаю, говорила я или нет. Водоканали-то в этом. Не приняли нас. По записи. Вот завтра опять придется ехать. И то на 16 часов будет вам удобно. Ну, давайте, что же делать. А только одно место. Нормально вообще. Ну, короче, сжала, сливилась она над нами. Да, вот сладкий домик. Давай зайдем. Примет нас вдвоем. Куда деваться. Так вкусно пахнет. Ой, какая вкуснятина. Сколько же она стоит? Ой, что тут только нет? И сухофрукты. А вот инжир сушеным. Ну, это 700 рублей килограмм. Финики. Ну, королевские финики. 900 рублей килограмм. Ой, запахи-то какие. Кишмиш, орехи. Хундук. Что тут только нет? Конфеты. Сейчас, наверное, халвы во сне, да и все, да? Ой, все, все есть. Пирожные там есть. Пирожные есть. Ух ты, ешь. 250 рублей. Давай что-нибудь такое, типа заварного что-то. Вот, по 250 рублей, вот типа заварных, наверное, давай. Все, по 2 грамма рубля. Все, по 2 грамма рубля. Я так, когда... Угу. Очень большой выбор, очень. В общем, первый раз мы здесь, ну, как-то хорошо попали. Будем знать. А то все мимо сладкого домика проходили. Так на роде в студии есть, видите? Друзья, посмотрите, как красиво украшен подоконник в этом сладком домике. Обалдеть просто. Новогодняя тематика. Олененок вот что-то кушает. Вот такие корзинки. Красиво, очень красиво. Класс. 450 рублей. На 350 рублей купили всяких сладостей. Там просто глаза разбегаются на самом деле. Хочется все попробовать. Ну, вот домой придем. Покажу. Конечно, попробуем. Что очень понравится, скажу. Там какие-то и с сгущенкой, и халва. Такой баночки пластиковые. Такой баночки пластиковые. Еще там что-то с вишней какой-то. В общем, идем в озон. И на сегодня все домой. И на сегодня все домой. Вот. Ну, короче, вот этот магазин Бриз. Я хочу сказать, дорогой магазин. Иван за 56 тысяч, как-то совсем не весело. Да и так вообще мебель, дорогая. Вот это ветром, наверное, посмотрите, валяется крыша. Рубирует по срывам. Надуло песка. Видите, что творилось? Вот это последствия этого урагана. Вот. Ну, вот все. Повернули в озон. Видите, как все рядом. Это мы на трех такси сегодня, да, покатались? Да, кстати, с такси интересным. Ой, правда. Хлеб, торты. Кися. Да ничего у меня нет. Смотрите, с обрубанным хвостом. Моя ты ласточка. Ой, как мне их жалко всех. Я не знаю, где там вход. Наверное, с той стороны и был хлеб, торты. Так. Вон еще рыжий кот сидит. Ой. Друзья, не выбрасывайте животных на улицу. Как же им тяжко жить. Без хозяина, без дома, без тепла. Аня заказала такой же смеситель черный, вот как мы на мойку на кухне. Она такой же в ванную заказала. И забыла про это. Сегодня говорит, мам, что-то напоминание, последний день хранения. Ой, вспомнили. Спасибо телефону, напоминает все нам. Ой, вот идем. И я коту заказала здесь корпу. Урина Рэй. Вот эта профилактика мучеками. Смотрите, как красиво уже украшена. Ну, в общем, все, пришли. Вот так выглядит пункт Озон. Примерочная здесь. Ну, или фон можно. 9-9-6. Ну, вот и наш любимый парк. Солнечную погоду. Первое декабря. Солнце светит. Мне кажется, как-то ветер поутих. Сейчас вот покажу. Отель. Наш отель. Как-то странная сегодня погода. Уж больно переменчивая. То тучами все затянет. То вот такая красота. Ой, когда же мы по музеям походим в нашем городе, а? Вот. Но все равно с солнышком повеселее-то ходить. И когда ветер не такой сильный. Сейчас зайдем еще к Шуре в овощной магазин. И это... Лавашика надо купить. А может еще чего. Очень уж вкусно у них лаваши. По 35 рублей. Мы вчера два купили. Уже половиночка осталось одного. Сейчас придем. Борща нагреем. Ой, как маковка блестит на храме. Сколья примирения. Класс. Очень удачное место. Вот так. Дорога через парк. Идешь с магазинчика. И через парк подышать, поглазеть. Класс. Вот танцплощадка. С собачками там. Народ гуляет. Ой, какой же хороший денек сегодня. Вон там детвора катаются. Не знаю. Ничего не сделали вроде сегодня. Ни одной партии кирпичей у меня сегодня не получилось сделать. Но пока что. Еще не вечер. Все сделаем. Вот храм. Даже зимой красивый этот парк. Ну, потому что много елочек. Они вечно зеленые. Чистенькая плиточка. Вот. С ребеночком гуляют мамочки. Тихо, спокойно. Нет суеты никакой. Красота. Все, друзья. Отключаюсь. Рука уже замерзла. Не могла не показать. Посмотрите, как красиво украсили центр туризма. Вот такие снежиночки. Ой, сосульки здесь висят уже. Искусственные, естественно. Это огоньки. Вечером здесь будет очень красиво. Город уже начали украшать. Вот. Ну, а мы идем дальше. Еще немножко и дом. Видите, как только что снимала вам, было солнечно. Вот опять все позатягивала. И вот уже темно. Друзья, ну вот хочу показать, что же мы купили в этом сладком домике. И я вам обещала, что мы попробуем. И я скажу, что нам понравилось. Понравилось буквально все. Вот эта халва. Ну, это не совсем халва. Даже Монька ее попробовала. Представляете, там она разная есть. Какого-то зеленого цвета. Ну, мы взяли вот такую. Халва самаркандская, шоколадная. 400 грамм. Вот эта баночка 100 рублей стоит. Представляете, она тяжелая. 400 грамм, 100 рублей. Вкуснятина необыкновенная. Значит, вот эти вот, ну, типа вот таких пампушек. Внутри творожная начинка. А вот эти бочоночки, это... Внутри очень нежная сгущенка вареная. Аня, как вот это называется? Я забыла, с вишней. Мафи. Вот это вот два мафи. Вот видите, там даже мафин. Просматривается эта вишенка. Мафин. В общем, все получилось вместе вот с этой халвой на 350 рублей. Я думаю, что это, ну, вполне, вполне нормально. Завтра приезжает Лешек, буквально на полтора дня. Так что, будет чем встречать. Что-то будем готовить вкусненькое. Ну, и, конечно же, потом расскажем, что... Чем будем заниматься. Ну, конечно же, ремонтом. Соскучились друг по другу. Просто сил нет. Так что, это я наперед, может быть, не смогу выйти. Завтра же еще водоканал ехать в 4, потом Лешика вечером встречать. Может быть, завтра пропущу денечек, не выпущу видео. Ну, а там посмотрим. Так что, друзья, вот такой был сегодняшний наш день. На улице уже вечереет. Время 20 минут 5, а уже вот так вот темнеет. Все, мои хорошие, я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч! С вами была Елена Ситникова. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok